Привет, родненькие! Вернулась с отпуска. Первым делом, что? Вернулась спортом. Спортом. Утром, первое утро после отдыха было 4,5 килограмма плюс. Сегодня уже второй день после отдыха и всего лишь осталось 3 килограмма плюс. Надо как-то над ними интенсивно поработать. Ну, 3, как я и планировала. Ничего страшного, сбросим. Проработаем. Да-да. Вернулась с отпуска и сразу же к работе. Еду выступать на юбилей, танцевать, работать. Концерт у меня. И хочу поговорить чуть-чуть о такой психологической проблеме. На отпуске я поправилась. Ну, в данный момент уже у меня осталось плюс 3 килограмма. Но так как у меня фигура яблочко и я в первую очередь поправляюсь в животике очень сильно, то у меня такой дискомфорт танцевать. Сегодня три соло номера восточных в танце живота и это очень дискомфортно. Мне кажется, что я толстая, сложно психологически, но куда денешься? Денежка нужна, работать нужно. Вот так, любименьки мои. Ну, что, так переживала, так боялась танцевать, потому что мне кажется, что у меня сейчас после отдыха толстый животик. Но публика была просто чудесная. Меня приняли очень приятно, очень классно. Короче, ребята, надо все свои вот эти вот какие-то сомнения, какие-то свои эти переживания. Иногда надо плюнуть на все, оставить и все. И работать, и наслаждаться аплодисментами. Привет, мои солнышки! Еду сегодня к мамуле. Готовите к празднику. Моя мама идет на юбилей и попросила меня ее завести и чуть-чуть подкрасить. Я попробую. Моя мамочка очень капризный человечек вообще, в принципе. Так, я не знаю, как у меня получится. Получится ли вообще? Потому что мамуля моя очень капризная. В прошлый раз, когда я ее покрасила, мне нравилось. Она разверчилась, все стерла и пошла без макияжа на праздник. Надеюсь, этот раз будет лучше и ей понравится. Ух-ух-ух! Задачка не из простых. Сюда. Повернись в бок. Другой бок. Другой бок, мама! Вот такой закрывочек. Такой макияж получится у моей мамули. Я вернулась с отпуска. И во мне столько много новых идей. Мне так хочется много что сделать. Я не знаю, у меня столько энергии. И надо куда-то ее одевать. Короче, сегодня мы будем искать новую мебель для моей студии. Но это не факт, что мы сегодня ее купим, потому что у меня идея пробежать очень много магазинов. И выбрать самый хороший вариант. В первую очередь я прибежала в магазин. Икея. Ну, конечно же, Икея, если речь идет о интерьере. В Европе это Икея. Посмотрим дальше. Я пойду в ИС. Он тоже там. Очень удобно. Аллея супермагазинов в одном месте. Начнем? Сегодня признала такой обалденный сон. Какой-то супергород. Суперцерковь. С потайными ходами. Я не знаю, к чему это. Но, может быть, к чему хорошему. Ребята, я не знаю, почему я так делаю. Но всегда, когда я прихожу в Икею, в первую очередь я иду кушать. Кушать? Я вообще-то за мебелью приехала. Зачем я иду кушать, я не знаю. Ладно, этот раз я выпью такой кофе с десертом. Что, мои дорогие, мой вип-поедисерт. Панакута. Берем панакута. Почему так происходит? Я вообще-то приехала мебель покупать. Ну, что я в первую очередь сделала? Я пошла кушать. Ладно, я заставила себя купить только десерт. Не знаю, почему я так делаю. Жена, тебе надо худеть. Ладно, десерт вместо обеда пойдет. И я купила постель. Есть такая у меня пассия. Я просто обожаю новое постельное мебелье. Не знаю, почему. Я кайфую, когда оно новое. Ну, как-то так. Соля, ближе к музыканту. Ближе к музыканту. Пошли, девчонки. Печушки. Красотки идут к выступлению. Иди выход. Иди выход. Иди выход. Иди выход. Красотки. Иди выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек пришел спать. Думает, ляжет сейчас на свою любимую подушку. А тут баба какая-то лежит. Вот. Моется. Самира, тебе не слишком хорошо? Самира, ты на моей подушке любимой. Я с кем разговариваю? Самира? Игнор? Привет, ребята. Прошу на заражение и чувствую какой-то подвох. Сказали, на час нельзя будет выходить. Сказали, а будь удобный обувь. Сейчас что-то будет. Слушайте, давайте на дорожку и пошли. Аня, где? Вот, провоздаем. Где? Ты что? Ты что? Выпьешь? Санскому счастью, дождей. Сколько нам заняло? 30 минут? Короче, мы выбрали с этих двух комнат. Ребята, Шлегович, прошли. Результат 27. Ответа мы вам не скажем. А на сколько мы зашли? А на сколько мы зашли? Короче, ребята, это было интересно, познавательно. И мы это сделали. Да, мы вышли, кстати. Мы вышли из этой комнаты. Слушай, классная фурашка, подожди. И вышли мы через сколько? Нормально, подходит. Еще у нас осталось 4 минут 35 секунд. Вот так. Как раз на 100 прям. Кроче, 5 минут. Да, но закругляем фурашки. Ну что, за именинника, без которого мы бы не попали в такой передряг, но зато у нас 4 головы, сила. Ночка наступает, фонарики зажглись, вдруг нарисовался юный проерок. За тебя, проерок. Ну, ребята, я вам скажу, что без дамы бы они не вышли бы. Все-таки дамская голова делает свое. Хрен, я бы ты оттуда сама точно не вышла бы. Пока еду с день рождения, все она эмоция. Очень интересное изражение было. Такая комната для игр. И этот наш друг позвал в эту комнату. И, значит, нас разделили на 2 команды, по 4 человека. И нас закрыли на час. В комнатах. Одна комната была тюрьмой, куда я попала. Другая комната была банка. Надо было его ограбить. И наша задача была выбраться из тюрьмы. Ну, это такие комнаты, где вы ищете подсказки, их разгадываете и в такой способ вы выбираетесь. И мы выбрались на 5 минут раньше. Это было клево. Короче, мне понравилось. Сложно, интеллектуально сложно, но очень интересно. Советую когда-нибудь попробовать что-то такое. А сейчас я оставила своих друзей дальше тусить на дрожжение. Съела маленький кусочек пиццы. На эмоциях. Хотя пицца мне нельзя. Но это был небольшой кусочек. И вот, пру, еду на тренировочку. У нас, кстати, новая программа, которую мы сейчас ставим. Над ней работаем. И, к сожалению, 10 человек ждет. Плюс приедет швея. Без тренировочки никак. Мы находимся в таком месте. Оказывается, что за городом Вильнюс, в районе Вайдатах, есть такое место, где расстреляли очень много людей в военное время. В Вторую мировую войну. И вот, к нам приехали родственники из Польши. И мы с ними сюда добрались. Кстати, очень грустное место. Убито очень много человек. Ужас. Аж мурашки идут по телу. Вот место, где зажигали трупов. Господи, как же это страшно. А тут мы видим еврейский мировой. Там будет русский. Ах, ребята, грустно. Дорогие друзья, вот вы видите камушки. Оказывается, что это евреи ложат. У них такая традиция положить на памятник не цветок, а камушек. И вот кто приезжает сюда, будто не ложат камушки. Вот так. Я вышла. Я с музея. Оказывается, что есть такое у нас под Вильнюсом. Чего я не знала. Нам родственники сказали. И вы не раз наблюдали в моих блогах, что мы достаточно часто бываем в таких грустных местах военных, Второй мировой войны. И скажу еще раз на камеру, что это страшно, это ужасно. И это слез, одним словом. И еще раз скажу, мои дорогие, радуйтесь тем, что у вас есть. У вас прекрасная жизнь. Вы живете в мире, в котором нет войны в данный момент. Ну, как, есть война где-то там. В Европе достаточно спокойное, мирное, скажем, время. И это прекрасно. Ценить это время, в котором вы находитесь. Потому что ужасы войны – это самое страшное, что может случиться с человечеством. Иду в магазин. Настроение на нуле. Почему? Потому что сегодня понедельник. В данный момент уже 3 часа дня. И я ничего не ела. Так как практикую уже третью неделю, раз в неделю разгрузочные дни на воде. Чтобы быстрее избавиться от наеденных килограммов в своем отпуске. Но это работает, но очень минимально. Надо было что-то делать, что-то менять. Так как вы знаете, худение – это процесс такой ступенчатый. Тут вы худеете, тут вы не худеете. И однообразный какой-то ритм похудания. Он, к сожалению, не может работать в долгий срок. Организм очень хитрый. Организм очень быстро подстраивается. И человек перестает худеть. Ну, а самое тяжелое в этом всем деле, то, что, как бы, хоть я и просила своего мужа, займитесь сегодня кухней сами. Потому что, когда ты ничего не ешь, тебе реально сложно это делать. Но не всем мужчинам это понять, к сожалению. И такая уже доля женщины. Женщины-матери. Если ты на диете, не значит, что твоё семейство на диете. Это сложно. Но как-то надо развивать свою силу воли. И вот иду за продуктами. Буду делать обед для своего семейства. Хотя сама ничего сегодня не ем. Ну, мы ведь женщины. Женщины всё могут. Мы всё выдержим. Я ехала к швеям. И решила ехать по другой дороге. И заблудилась. Я реально заблудилась. Но есть в этом не плюсы. Я нашла очень интересное сооружение. Сейчас с вами попокажу. Не феншу я себе. Ну, это единственное слово, которое я смогла подобрать. Что это? Это какое-то кафе. Очень прикольное место. Вау. Что-то нереальное. Друзья, вы это видите вообще? Ничего себе. А мне москва и даст видос.